В общем, пацаны, была такая история. И у меня мысль, мать честная, все, капец, тараканы ко мне приехали, городские, блядь, рыжие, суки. Сантиметров 12, черная, сука, ядовитая, скрученная в бублик, доедает таракана. Скалопендры, сука. Всем привет, с вами установочная студия Автостиль. Сегодня обзор, наконец-таки, веду, ну не, наконец-таки, веду я. Сегодня у нас на обзоре будет вот такая Lada Granta. В какой-то там комплектации, сейчас вам скажу. Active Drive, так вот она выглядит, такая красная, красивее. У нее мы установили аудиосистему. Шумоизоляцию мы не делали. Сейчас вам покажу поподробнее, что у нас стоит по компонентам. Это 62-30-10. В передних дверях расположились динамики от компании DevBonds Apocalypse APM61AC. Такие 16-сантиметровые динамики. Усилитель на динамике Grifon Pro 4 по 200, 4 канала по 200 ватт. И саб у нас в аудиосистеме. Так, так, так. DL Audio Phoenix Black Bass 12. Сейчас вам покажу, как это выглядит в автомобиле. Так, вот в передних дверях расположились динамики. Чтобы их туда поставить, нужно выпилить вот такую часть металла. Потому что в передних дверях у Lada Granta стоят 13-е динамики. То есть шнари туда никак не залезут. Плюс эти динамики довольно-таки с большой магнитной системой. Там стоит проставочное кольцо. И уже к проставочному кольцу прикручивать сам динамик на такие вот шестигранные саморезы. Выглядит довольно-таки красиво. Сетку мы не ставили, потому что она не встает на динамик. Так, по передней части все. Пищалок у нас тоже нет. Сзади на фальш-панели. Сейчас вам заднюю открою, чтобы посветлее было видно. Так. Я опять с этой стороны зайду. Сзади на фальш-панели у нас расположился усилитель. Gryphon Pro 4 по 200. Играет у нас все от штатной головы. Штатная голова Lada Granta. Как всегда. Играет через преобразователь Kicks HL4. К нему ведутся высокий уровень. И уже от него косичку. Так вот идет через усилитель. Все у нас играет. Вот межблоки расположились. Фальш-панель такая большая, потому что клиент сказал, что сделать ее с запасом под второй усилитель. Здесь будет усилитель дополнительный на SAP. Сейчас играет же от этого. Так вот у нас выполнено подключение. Мостом у нас в 4 Ома играет SAP. И динамики в каждый канал по 2 Ома играют от каждого канала. В багажнике. Сейчас вам покажу SAP. Так вот расположился у нас короб автостиль и SAP Fenix BlackBass. Короб у нас на 160 трубе. Так вот все выглядит. Шумоизоляцию мы никакой не делали. С клиентом это ничего не обговаривалось. Так что все это вот так вот. Шумоизоляция передней, дверей задней, крышки багажной и так далее. Под капотом у нас выходит провод с течением 4 гейдж, медный, через предохранитель. Все идет на штатную клемму. Так и тут расположены. Такая довольно-таки получилась неплохая аудиосистема за свой бюджет. Бюджет аудиосистемы плюс-минус 55 тысяч рублей за такие деньги. Довольно неплохо с одним усилителем. Также у нас в работе какой-то атлас. А, джили атлас. Здесь мы делали полную шумо-виброизоляцию. Вывели уже провода. Здесь у нас 0 гейдж провод. Будет довольно-таки громкий проект. Так что следите за ним. Сейчас вам покажу, что тут делается. В передней двери мы закатали массы баса. Самый такой жесткий материал. Чего? Я обзор снимаю. А у тебя как дела? Очень жарко. Жарко. А жарко сейчас я вам покажу почему. Двери получились такие глухие. Здесь будет громкий фронт. А какой я покажу вам попозже. Могу только вот так показать. Такие вот обшивки. А почему жарко? Чем ты тут занимаешься? Греется. Греется. Масса баса греется феном. У нас больше греть не очень. Горелок нет. Так что Дмитрий делает это. Так сколько у тебя по времени это занимает? Сколько ты одну дверь катаешь? Полтора часа. Полтора часа. На одну дверь уходит полтора часа. То есть две двери уходит три часа времени. Довольно таки долго. Но материал нужно греть. Очень плотно катать. Но зато от него эффект довольно таки хороший. Ребята, здравствуйте. В одном из предыдущих видео я вам обещал разыграть вот эту футболку DL Audio. Я не говорю, что именно это. Я не говорю, что именно она должна быть 50 размера. Они у нас есть по-моему и L, и S, и M. Ну победитель когда объявится, свяжется с нами. Я думаю размер мы ему подберем. Видео с 250 рейвенами. Видео называлось «Акустика 10 дюймов 25 сантиметров в машину». Динамики, которые могут. Реально крутые динамики. За комментарий мы должны были разыграть эту футболку спустя две недели, как выйдет видео. Но прошло уже почти два месяца. Но я перед вами сдерживаю слово. И мы сейчас с помощью рандомайзера... Их, у нас уже 33 тысяч подписчиков, да? Сколько комментариев? Комментариев 39. В студии у нас 9 комментариев. Ребята, я хочу вам сказать спасибо за вашу активность, за вашу поддержку. Я в последнее время увидел активность на канале. Стало холодно, вы стали смотреть видео больше, стали смотреть его дольше и чаще. Не забывайте нажать красную кнопку, подписаться, колокольчик. Рассказывать про наши видео друзьям. Но это будет нас стимулировать делать для вас новые интересные видео. Давайте выбираем случайный комментарий. Евгений Лукин, дружище! Сегодня масть легла в твои руки. От души поздравляю! Я думаю, ты, как никто, рад выиграть вот эту... Ребята, это на самом деле не подстава. Но Евгений крепкий парень. У нас, наверное, такого размера не найдется. Но, а Серега у нас тоже крепкий, найдется Евгений. Так что, поздравляю! Ребята, ну а вас прошу не унывать. Пишите, что для вас разыграть в следующий раз. Мы добрые. Созрела одна идея. Мы в группе ВКонтакте запускаем рулетки. Рулетка от Автостиль. Ну, к примеру, у нас на кону, образно говоря, там акустика за 11 тысяч рублей. По тому количеству, когда набирается, грубо говоря, там цена билетика 500 рублей, 22 человека, мы начинаем ее разыгрывать. Но у меня возникла идея разыграть целую аудиосистему. Кто за, оставляйте комментарии. Пишите свои мнения. У меня уже есть идеи, как это сделать. И я думаю, счастливчик за символические 500 рублей выиграет аудиосистему за Полтос. Круто? Круто! Жмите лайк. Еще раз поздравляю, Евгений. Быть добру. Включаю вам прослушку Влада Гранте. Сейчас вам немного и фронта, и, по сути, такой трек. Средненький. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Бас такой, умеренный, мягенький, конечно, если подкинуть. В дальнейшем моноблок, да? Если моноблок пошнет нормально будет? Да. Вот бас играть? Да. Думе тоже нормально. Так что есть потенциал данной аудиосистемы. Дальнейший клиент подкинет? Я не знаю. Я не знаю. Подкинет моноблок и будет басуха играть гораздо лучше. Я бы, конечно, советую еще шумноизоляцию хотя бы дверей и крышки багажника сделать. Тогда уже будет получше. Ну, а так на этом буду заканчивать обзор. Все подписывайтесь на канал. Всем пока. Мусор вот этот строительный. Это называется по-научному несжимаемый грунт. Я собираю на стройках там, где работаю. Остатки блоков, кирпичей. Очень круто. Мне ничего не надо покупать.